Энциклопедия Эти книги изготовлены, авторы у них совершенно разные, но серия одна. Здесь вот у этой книги автор Ерофеева Наталья Валерьевна. Здесь рассказывается все про драконов, как они выводятся, где они разводятся. И, соответственно, даны какие-то определенные развивающие задания. Вот здесь такое яркое содержание, детям можно открыть. Дети иногда смотрят только на картинки. Мне интересен текст, это если дошкольники, например. Но родители, соответственно, читают, и детям интересно. Во-первых, рассказывают, кто такие драконы, интересные факты, как раскопки проводились. И вопросы для закрепления задания вот таким вот зелененьким текстом. То есть ребенку можно, прочитав страничку, спросить ребенка, дальше наводящие вопросы, на которые он может сам уже ответить. Что самое интересное, здесь вот находила я вот именно вот здесь, в драконах, сейчас скажу. Здесь есть рассказ про Змей Горынча. Что самое интересное, многие считают, что это миф и сказка, но все мифы и сказки основаны на чем-то настоящем. Соответственно, здесь это тоже есть. То есть ребенок может тоже узнать, кто такой Змей Горынч, откуда он появился. И вообще, как бы, был интересный факт, что во многих сказках и былиных Змей Горынч умеет разговаривать. Вот. И, соответственно, есть ли тоже вопрос, да, существовал ли на самом деле Змей Горынч? Можно узнать из этой книжечки, интересно. Рекомендованы... В конце, кстати, каждой книги, вот такой вот энциклопедии, да, разных, есть для ребенка очень важная вещь. Это диплом об образовании, подписанный самим академиком Николаем Петровичем Матвеевым. Вот. Собственно говоря, он рекомендует эти книги для прочтения детей. Вот. Здесь, ну, драконы, это как вот больше для детей, кто увлекается. Ну, и, конечно же, вот здесь мне больше нравятся книги про вирусы, про биологию. Там же есть еще тело человека и, соответственно, книги вот космической тематики. Собственно говоря, вот у меня ребенок космос больше, вирусы ему тоже понравились. Вот. Здесь тоже есть различные вирусы, показанные в разрезе и во всем, где они могут находиться. Картинки достаточно красные. Красочные ребенку, может, будет очень интересно. Вот. Ну, и, соответственно, тоже вопросы для закрепления. Интересные факты и прочее. Здесь есть и бактерии, кишечные палочки, папилломы различные, грибы, которые тоже у нас, да, водоросли. Просто вирусы, прионы всякие различные. То есть, кстати, ребенок может из этой книги узнать даже что-то новое. Не только просто, что такое вирус. Вирусы же, они тоже разные бывают. Например, вот, я тоже не знала, что такое прионы. Их даже существами назвать невозможно, потому что прионы всего лишь неправильно свернутые белки. И, попав в клетку, они заставляют ее сворачиваться по своему образу и подобию. Для человека и животных эти превращения оказываются смертельными, потому что прионы разрушают их мозг. Именно прионы виноваты в коровьем бешенстве, поразившем в 80-х годах 20-го века английский скот. Вот так вот. То есть, очень интересные. Соответственно, здесь есть еще про коронавирус, тоже рассказывается. И, конечно, вот мне нравится еще такая картинка, карточная страничка про наш иммунитет. Что защищает наш иммунитет? Какие вообще, что нужно делать? Почему, зачем нужны вакцины? Почему, кстати, вот тоже глобальный вопрос, зачем нужны вакцины? Сейчас очень многие пишут отказы от прививок, от всего. Ну и, соответственно, здесь тоже есть ребенку рассказ о том, зачем нужна вакцина. Что она может сделать для человека? Чем она может помочь? Вот. Ну и, собственно говоря, вот страничка про коронавирус. Мне она нравится. Она очень красочная, яркая. Для ребенка понятно, например, если читать не умеет, может по картинкам. Здесь картинки очень тоже яркие. И может по картинкам даже догадаться, о чем идет смысл, о чем идет речь. Какая должна быть профилактика. Вот. Вот такие вот две замечательные книги. В конце еще, кстати, помимо диплома можно вопросы для экзамена дать. И, соответственно, сейчас я вам покажу эти книжки вот так вот. Вот они. Обе книги из одной серии. Энциклопедия с развивающими заданиями. Они рекомендованы профессорам-академикам Матвеевым Николаем Петровичем. Поэтому вот так можно еще посмотреть. Всю серию можно найти на обороте. У обоих книг она есть. Можно посмотреть, какой не хватает, собрать всю серию. И, соответственно, я очень рекомендую их по рассмотру. Матвеевым Николай 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 Матвеевым Продолжение следует...